Библейский портал экзегет.ру представляет Третья глава Откровения Анна Богослова, читая перевод Международного библейского общества для библейского портала Экзегет. И это первая часть книги Откровения. Здесь послания семи церквам говорили уже о том, что у Бога нет никакого однообразия казарменного или чиновничего, когда всем приходят одинаковые отписки, всех строят и ведут куда-то одним и тем же шагом, говорят им одни и те же вещи. С каждой церковью, с каждой общиной, а эта община расположена на территории провинции Ассии, это часть нынешней Турции, Бог говорит по-своему, и припоминает что-то, связанное именно с этой общиной. Четыре таких церкви были упомянуты в предыдущей главе. Еще три. Далее напиши ангелу церкви в Сардах. Так говорит имеющий семь духов божьих и семь звезд. Вот тот самый Сын Человеческий из первой главы. Я знаю твои дела. А тебе говорят, будто ты жив, но ты мертв. Пробудись. Вот смотрите, какие резкие слова. Первые четыре церкви. Была некоторая критика, но здесь вот очень жестко. Ты мертв, пробудись. Иногда это нужно сказать. Укрепи то, что еще остается и находится на грани смерти, потому что я не нахожу твои дела совершенными перед моим Богом. Вспомни, что ты получил и что слышал, подчинись и покайся. Но если ты не пробудишься, то я приду нежданно, как вор, и ты не узнаешь, когда я приду к тебе. Однако у тебя в Сардах есть немного людей, которые не запятнали своей одеждой. Они будут ходить со мной в белых одеждах, потому что это они заслужили. Побеждающий будет одеть в белую одежду. Я не вычеркну его имени из книги жизни, но признаю его пред моим отцом и пред его ангелами. У кого есть то, что пусть слышат, что дух говорит церквам. Ну вот и обратите внимание, что, соответственно, все вроде бы умерли, но кто-то живой остается. Когда все плохо, есть отдельные люди, которые вытаскивают ситуацию, которые несут в себе вот этот заряд жизни, который никогда не иссякнет. И интересно, что это церковь первая, которой он не говорит побеждающему я дам, потому что здесь о победе речь не идет, потому что здесь речь идет о выживании. Далее напиши ангелы церковь Филадельфии. Так говорит святой истинный, владеющий ключом царя Давида. Что он открывает, то уже никто не сможет закрыть, и что он закрывает, уже никто не сможет открыть. Я знаю твои дела. Смотри, вот я открыл пред тобой двери, которых никто не может закрыть. Я знаю, что ты слаб, но ты сохранил мои слова и не отрекся от моего имени. Тех из сатанинского собрания, кто заявляет, что они иудеи, хотя на самом деле они вовсе не таковы, а всего лишь лжецы. Тех я заставлю пасть к твоим ногам, и они узнают, что я полюбил тебя. Что значит на самом деле не иудеи, но иудеи те, кто принадлежат иудейскому народу, а этот народ определяется его отношениями завета с Богом. То есть если они выпадают из этих отношений, то они даже и не иудеи. Ты послушал меня и проявил стойкость, поэтому и я сохраню тебя от часа испытаний, которые постигнет весь мир, чтобы испытать жителей земли. Я приду скоро. Держи то, что у тебя есть, чтобы никто не забрал твоего венца. Побеждающего, ага, вернулись, поскольку здесь церковь Филадельфии все-таки имеет основание как-то надеяться на победу. Побеждающего я сделаю опорой в храме моего Бога, и он никогда его больше не покинет. Я напишу на нем имя Бога моего, имя города моего Бога, Нового Иерусалима, которое спускается с небес от моего Бога, и мое новое имя. Имя Бога, имя Иерусалима и новое имя. Здесь, видимо, Христа. У кого есть туши, пусть слышат, что Дух говорит церквам. И это знак принадлежности. То есть написать, пишут на военной форме имя самого носителя этой формы, но обычно еще пишут название страны и спортивной команды на форме. Принадлежность к некоторому единству. И здесь такой спортивной командой таким войском становится, собственно говоря, церковь. Далее напиши ангелы церкви Владикии. Так говорит Аминь, верный истинный свидетель, источник Божьего творения. Аминь, слово, которое означает «воистину», которое подтверждает некое высказывание перед Богом. «Я знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. О, как хотелось бы, чтобы ты был или холоден, или горяч». А это под самый конец. То есть вот, допустим, церковь в Сардах, она мертва, а церковь в Филадельфии, она слаба, но жива. А вот про эту церковь ни рыба, ни мясо, и сказать-то нечего. Но ты только теплый, ни горячий, ни холоден, поэтому я изрыгну тебя из своего рта. Ты говоришь, я богат, я много приобрел, мне уже ничего не надо, но ты не осознаешь, что ты несчастен, жалок, ничь, слеп и гол. Обычная картина, человек говорит о своем духовном богатстве, на самом деле он духовно ничь, жалок, слеп и гол. Я советую тебе купить у меня золото, очищенное в огне, чтобы разбогатеть. Но имеется в виду, очевидно, некоторая подлинная духовная жизнь, которая делает человека богатым. А купить за какие, собственно, средства? Золото покупают за другое золото, за деньги. Но сегодня деньги — это бумага или там абстрактная цифра в электронном счете, но тогда же это были вот реальные золотые или серебряные монеты. Получается, что золото покупается за золото? Ну да. Купи белую одежду, чтобы закрыть свою постыдную наготу. Купи целебную массу, помажь свои глаза, чтобы ты мог видеть. То есть вот ты слеп, ты нищ, ты брошен, а тебе все это нужно получить у бога, чем-то заплатив, чем пока не очень понятно. Но из контекста всей книги, наверное, можно вывести, что это вот жизнь, которую христиане проводят таким или иным образом с богом. А дальше комментарии. Ну чего так всех ругать-то? Может быть, можно помягче. Тех, кого люблю, я обличаю и наказываю, поэтому про вервение раскайся. То есть это признак любви, это признак стремления исправить, а не уничтожить. Вот я стою уже у двери и стучу. Кто услышит мой голос и откроет дверь, к тому я войду и буду ужинать с ним, а он со мной. Побеждающему я дам право сесть со мной на моем троне, и как я сам победил и сел с моим отцом на его троне. Трон широкое сидение, можно кого-нибудь посадить с собой, как второго царя, как соправителя. И здесь говорит Христос, что он каждого посадит, а не вообще только кого-то. У кого есть туши, пусть слышат, что дух говорит церквам. Еще раз повторяется этот рефрен, и дальше заканчивается вот эта часть, где всеми церквам говорятся совершенно разные вещи. Обращу только еще, еще раз ваше внимание. Не казарма, не бюрократия, где все получают одно и то же, где всем все поровну, и одни и те же предупреждения, как в самолете мы летаем, и каждый раз слышим абсолютно одну и ту же историю про пристегните ремни и правила безопасности. А это очень лично, это очень индивидуально, это что-то такое, что рождается в отношениях с Бога, с людьми, с общинами людей, и поэтому важно, чтобы это было лично для каждой общины свое. Ну, а дальше пойдут слова, которые относятся уже явно ко всем. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,